Капитальный ремонт крыши в 79-м доме по проспекту Фрунзе проверяет Сергей Ястребов. Подрядчик подготовился к приезду губернатора. Работа кипит, кровельщики в жилетах и касках с иголочки. Впрочем, недостатки все равно есть. Это чье? Это чье? Чего молчишь-то? Дорогой, не специально. Интернет-провайдеров. Да купили. У некоторых жителей к подрядчикам огромное количество претензий. История почти у всех. Одна и та же. Старую кровлю сняли, закрыли на время целлофаном, подул ветер, полил дождь, квартиры затопило. А в доме на Суздальском шоссе работники дважды заставили людей схватиться за сердце. Они повредили трубу отопительную наверху. 3 октября стали включать отопление. И у нас в результате еще там труба, они повредили, вся вода горячая потекла к нам на кухню. В общежитии на Павлова крышу сделали три года назад. Люди рассказывают, за это время ни разу не протекла. Теперь капитальный ремонт дошел и до фасада. В стенах были едва ли не дыры. И не был даже в комнате. Холодина была ужасная. Оценив работу по фасаду, губернатор заглядывает в подъезд общежития. В глаза бросаются ржавые батареи, облупленные стены и сломанные почтовые ящики. Картина явно не радует. Как подъезд строится? Мы как раз ремонтили в 2007 году подъезд. Сейчас вот после капитального... То есть это хороший подъезд? Нет. В ходе инспекции о работе подрядчиков у главы региона остались разные впечатления. Где-то ремонт действительно делают на совесть, где-то к подрядным организациям есть претензии. Такие рискуют попасть в список ненадежных. Я думаю, что постепенно проблемы, которые существуют на других объектах, мы локализуем. И с учетом этого общения с людьми, понимая их проблемы, ситуация с капремонтом будет двигаться в сторону улучшения из года в год. После проведенных работ в этом году в Ярославле уже принято более 100 домов. Еще 150 на стадии капитального ремонта. Георгий Коучин, Денис Лосев. День в событиях.